Скорпионы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить тироскоп на октябрь 2018 года. По традиции, карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты вам дадут совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный период. Работаю я сегодня с тиросном в Чиро Марчете. Это для тех, кто практикует либо интересуется таро. Так, ну а ваша задача расслабиться, настроиться на расклад и посмотреть, о чем же вам вещают карты. Хочу напомнить, что расклад выполняется для многотысячной аудитории. Он не может проиграться однозначно абсолютно для всех. Помимо всего прочего, многим из вас необходимо смотреть расклады не только по знаку Зодиака, но и по знаку вашего студента в натальной карте. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Так, ну здесь у вас четко идет упадок сил, эмоционально-физическое истощение, когда все валится из рук, либо ничего не хочется, либо вы не можете себе в себе разжечь потенциал, найти себе какую-то новую струю, новое желание для того, чтобы двигаться дальше. Ну все, вот иссякли, выгорели. Многим здесь знаете, как нужен отдых. Помимо всего прочего, перевернутый ту жезла очень часто может указывать на агрессии, которая направлена вовнутрь вас, потому что вы не видите либо выходу своего потенциала, его реализации, но как следствие, например, не видите для себя каких-то перспектив. Так, что здесь с позиции работы? С позиции работы четверка жезлов. Так, ситуация стабильности, все ровно, все стабильно, все хорошо. Это карта укрепления ваших позиций, карта благосостояния. Если вы на текущий момент безработный, есть перспективы трудоустройства, если вы наемный работник, либо у вас собственный бизнес, это ситуация, это знаете, не могу сказать, что совсем процветание, но стабильность. Ровно, пока без изменений, так как у вас идет, так как есть. Так, с позиции финансов. Перевернутая девятка Пентакли. Карта материальных трат, либо материальных потерь. Кстати, у вас это может быть связано с покупкой недвижимости, либо вложением в недвижимость. Давайте я все-таки дотяну, что здесь у вас. За такие материальные траты. Ну, по тройке кубков, да, это то, что вы делаете для себя, для удовольствия, да. Может быть, связки с кем-то. Вот эти материальные потери. Но понимаете, что это необходимо. Это, знаете, как работа на результат. Так, здесь у нас падает перевернутый король жезлов. Но эта ситуация может либо ущемлять ваше самолюбие, либо вас постоянно вводить в беспокойство. Ну, то есть, например, взяли вы кредит на автомобиль, либо квартиру в ипотеку, либо совершили какую-то крупную покупку, которая вам в радость, но тем не менее постоянно, знаете, вот нервы, нервы. А смогу ли, а выполню, а достигну ли, а смогу ли я там своевременно все погасить? Вот какие-то ваши внутренние переживания. Так, с позиции здоровья. Перевернутый дурак. Ну, это сама по себе карта ваших, скажем, эмоциональных переживаний. Почему? Потому что дурак у нас всегда отвечает за нашу психосоматику. Все, что отвечает за болезнь переводящих путей и так далее. Потому что перевернутый шут, ну, это карта в целом выздоровления. Иногда женщинам это может указать на какую-то неожиданную беременность, то есть не запланированную беременность. В плане личной жизни, в плане личной жизни пятерка жезлов, ситуация борьбы, ситуация накала страстей, споров, выяснения взаимоотношений, если вы в паре, если на текущий момент вы одиноки, то, знаете, даже те партнеры, которые, скажем так, у вас будут попадаться для знакомства, вы не будете бы находить здесь общего языка. Если вы здесь в паре, давайте я посмотрю, что же, откуда у вас эти споры. Откуда, так сказать, ноги растут. Да потому что как-то бег по кругу. Вы считаете какие-то, что пошли упущенные шансы, либо что вы поступили, например, неверно, вот, например, да, согласившись, либо подписавшись на какую-то авантюру. Видите, перевернутый король Пентакли. Вы боитесь здесь четко ситуации банкротства. Из-за этого в семье могут быть споры, либо накал страстей, потому что вы думаете, все, прогорел, все ушло в никуда, и теперь вы постоянно менжуетесь. Не стоит этого делать, потому что вы тем самым накаляете обстановку. То есть взялся за гуш, не говори, что не душ. Вот здесь такая хорошая пословица. Поэтому не терзайте себя ненужными переживаниями. Из позиции совета, да, он даже совет, карта звезда. Это все у вас получится. Меньше дергайтесь, меньше вот это, не тушитесь. Все получится. Реализация планов, реализация надежд. Тем более по звезде это то, что вы делаете на отдаленную перспективу. Помимо всего прочего, карта звезда. Карта талантов. Раскрытие вашего потенциала и возможностей. То есть когда вот у вас есть препятствия, скорпиоши, вы же такие, видите препятствия, вы их преодолеваете, и вы укрепляетесь внутренне, свой внутренний стержень. Для вас это своего рода ситуация вызова. Да, вы будете нервничать, но вы когда добьетесь, вы будете кайфовать. Потому что по карте звезда, вот, свершилось. Так и делайте, и двигайтесь в этом направлении. Я вам искренне и от всей души этого желаю. Пусть так и будет. Буду вам впоследствии признательна за обратную связь, которую вы оставляете в комментариях. То есть как у вас будут проигрываться, либо не проигрываться мои расклады. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok